МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальник Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, полковник внутренней службы. Родился в 1974 году в Гомеле. В 1997 году окончил Гомельский политехнический институт имени Сухого. В 2006 году Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора отряда военизированной пожарной службы Советского района города Гомеля. Работал в подразделениях Государственного пожарного надзора Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и областного управления. В 2007 году назначен заместителем начальника по тылу Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. В 2016 году возглавил городской отдел. В нынешние должности с 2018 года. Указом президента Республики Беларусь награжден медалью за безупречную службу первой, второй и третьей степени. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер 340-043-3. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. Сергей Анатольевич, вы планируете поддержать крещенскую традицию и окунуться в купель с ледяной водой? Обязательно. Эта традиция является неотъемлемой частью как праздника Крещения, так и Дня Спасателя, который празднуется одновременно, конечно же, с Крещением. Когда будете это делать? Ночью или завтра днем? Конечно же, завтра днем, чтобы спокойно все видеть. Мы уже опытные люди и понимаем, что как минимум это должно быть безопасно. Ну а вы сами могли бы порекомендовать такой экстремальный способ укрепить свой дух и свое тело? Порекомендовать или нет, это решать каждому человеку. Но в первую очередь, конечно же, человек должен обратиться к своему лечащему врачу и для себя понимать, возможен ли готов его организм для таких испытаний. А правда ли, что вот как раз в такие сильные морозы это делать легче и приятнее, чем когда на улице плюс в январе? Конечно, чем больше мороз, тем вода согревает. И, ну скажем, приятно или неприятно, но легче окунаться в купель. МЧС ежегодно поддерживает порядок в местах проведения крещенских мероприятий. Ребята, следя за тем, чтобы все обошлось без происшествий, а бывают ли такие ситуации, которые могут омрачить праздник? Любое действие человека, которое, наверное, не обдумано или сверх того, будем говорить, сделано, ну скажем, без понимания происходящего, конечно же, может омрачить такое купание или вообще такое действие. Но, скажем, возле каждого подразделения, ну то есть наши подразделения, возле каждой купели будут дежурить обязательно вместе с работниками скорой медицинской помощи. И поэтому в разрешенных местах, в данном случае у нас в городе Гомеле 4 таких места будет, это ни в коем случае не должно омрачить данной традицией. Вообще, что случается? Что бывает? Приходится кого-то действительно спасать? Из воды вытаскивать? Как правило, бывают случаи, когда люди переоценивают свои возможности и, наверное, делают какие-то глупости. Но для этого мы там и находимся. И, скажем, мы не допускаем того, чтобы уже приходилось идти на какие-то чрезвычайные меры. Каждый человек рассчитывает свои возможности и сопоставляет те действия, которые он дает этому. Мы даем, конечно, эту оценку. Проблем, по крайней мере, у нас таких нет. Ну, морозы пока не ослабевают. День будет точно интересный. Дай бог, чтобы все прошло радостно, благостно и без каких-то происшествий. Для всех участников этих мероприятий, Сергей Анатольевич. А вообще, вот эти последние морозные дни, они как-то скальгались на оперативной обстановке по пожарной безопасности в регионе? Ну, оперативная обстановка на пожарной безопасности, наверное, все-таки сказывается, потому что люди, наверное, больше топят свои печи, пользуются какими-то обогревателями. Но в целом на пожарной ситуации это не сказывается. Но есть чрезвычайные происшествия, связанные с обморожением, связанные с тем, что люди, скажем, могут обморозиться, упасть, когда скользкая погода. Поэтому, конечно, чрезвычайных ситуаций происходит больше. Отвыкли мы от такой настоящей зимы, видимо. Не все успевают как-то подготовиться, выходя из дома. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Я проживаю в микрорайоне Любинском. У нас находится здесь озеро Любинское и река Сож. За прошедший год здесь люди приходили с семьями, или сами дети бегали в разного возраста, как и пятилетние, так и десяти подростки, и старшие, и ломали или жгли кустарники и деревья. Можно, чтобы вот так в детских садах, в учебных заведениях проводили и разъяснительные беседы, и их получали, что не надо вот это делать. Спасибо большое за звонок. Конечно, родители в первую очередь должны знать, где находятся дети, где они бегают, где они, не дай бог, что-то пытаются сжечь. Я думаю так. А сотрудники управления МЧС как раз в школах, в детских садах бывают часто вот с подобными беседами? Я скажу, что как раз с детьми детского, дошкольного возраста, с школьниками, Центр безопасности и взаимодействия с общественностью, у нас есть сотрудники, которые постоянно проводят информационные мероприятия, разъяснительную работу для того, чтобы, конечно же, оградить детей от чрезвычайных происшествий. И наши работники делают все, чтобы дети осознанно не делали глупости, которые могут привести к трагическим последствиям. А если дети делают глупость и в итоге оказывается повреждено чье-то имущество, если дети что-то реально поджигают, то ответственность несут родители? Совершенно правильно. То за это ответственность будут вести их родители. И такие факты устанавливаются, и они, к сожалению, да, неприятны. Гораздо легче с детьми все-таки побеседовать заранее, предполагаю. 19 января в Беларуси отмечается День спасателя. Профессиональный праздник сотрудников МЧС. Людей, чья жизнь постоянно связана со сложными, опасными, порой экстремальными ситуациями. Сергей Анатольевич, поздравляю вас. Поздравляю состав областного управления с профессиональным праздником. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня людей в штате, в нашем регионе? Я скажу, что в Гомельской области функционирует 55 пожарно-аварийно-спасательных частей и 52 пожарно-аварийно-спасательных поста. Также в городе Гомеля находится и существует пожарно-аварийно-спасательный отряд, в который выполняет различный спектр работ, как водолазно-спасательная служба, поиски людей в лесах и, конечно же, непосредственно само служба пожаротушения. Ежесуточно на боевое дежурство заступает 600 человек, которые обеспечивают безопасность нашей области. Обычно День спасателя отмечали как-то ярко, празднично, с демонстрацией новой техники, современных возможностей. А в этом году из-за пандемии все придется пропустить, да? Наверное, пропустить будет сказано неправильно, но это будет не столь массово, как наши горожане привыкли это отмечать. Но скажу, что все-таки на телевидении, радио, в средствах массовой информации, интернет-ресурсах мы выделим этот день. Сейчас готовится, точнее уже готов, видеоролик, который завтра будет на YouTube-канале. Скажу, что также мы очень много, наверное, вот этих поздравительных мероприятий все-таки проводим в садах, в школах. Конечно же, завтра будем чествовать ветеранов, будем чествовать заслуженных работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Конечно же, людей, которые в течение 2020 года спасли щита жизни, оказали содействие органам и подразделениям по чрезвычайной ситуации. Конечно, все они будут отмечены заслуженными наградами и памятными сувенирами. А много таких людей? За прошлый год у нас было 14 человек, которые по велению своего сердца спасли людей, предотвратили чрезвычайные ситуации или оказали непосредственную помощь спасателям. А расскажите какую-то историю, когда человек, ну, действительно, рискуя собой, не задумываясь, бросился на помощь там, где она была нужна? В Петриковском районе у нас наш работник, возвращаясь от друзей в ночное время, увидел в одном из домов дым из окна. Он подошел к зданию, конечно же, чувство того, что, наверное, нужна помощь. Дверь была закрыта, он эту дверь выламывает. Это тоже нужно, конечно, самообладание. Входит в дом, помещение полностью задымлено, но поскольку спасатель имеет навыки, знания, он вынес оттуда хозяев, получается, бабушку и, соответственно, ее супруга. В принципе, за что я был награжден? Медалью Министерства по чрезвычайным ситуациям. И вот, как я вам сказал, мы будем чествовать обязательно же завтра на День спасателя. Ну, вот у спасателей выходных не бывает. Такая работа, что на службе ты всегда и понадобится, может, твоя помощь тоже в любой момент. Это призвание. Это действительно призвание, это служба по велению сердца и души. А у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите, вы уже в эфире. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Сергей Анатольевич, у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если имеется притопочный лист, и он лежит по полу, но не прибит к полу, это является нарушением пожарной безопасности? Спасибо за ответ. Спасибо большое за ваш звонок. Если вы используете, конечно же, печь, и она у вас стационарная, то притопочный лист обязательно должен быть закреплен. Я надеюсь, что я ответил достаточно четко. То есть просто, если он как-то придвинут, да, это металлический листочек, придвинутый вот к основанию. Но это уже нарушение, он должен быть прикреплен. Понятно. Ну вот мы с вами говорили о людях, которые, рискуя собой, бросаются на помощь в такой ситуации, но это ведь нельзя требовать от всех. Нужно оценить свои силы, потому что можно не помочь, а можно и самому еще там застрять, да, и самому пострадать. А как действовать, на самом деле, как правильнее действовать, вызывать спасателей? Я для наших телезрителей хочу сказать, что предпринимать какие-то действия самим по спасению, этого не нужно делать. В первую очередь, при любой чрезвычайной ситуации, задымлении, возникновении пожара, необходимо вызвать подразделение МЧС по телефону 101 или 112. Наши подразделения быстро отреагируют на любую чрезвычайную ситуацию. Я скажу, что, наверное, до самого дальнего места вызова в городе Гомеле, время прибытия наших подразделений, ну, как правило, не достигает 7 минут. Это от самого дальнего. Поэтому, чем быстрее подразделения МЧС будут вызваны, чем быстрее и компетентнее мы окажем помощь. Прибегая к собственному, будем говорить, тушению, изворотливости какой-то, человек может травмироваться и, самое главное, может погубить не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто окружает его вокруг, соседей, ну и, конечно же, не дай бог. Да, спасать придется еще большее количество людей, чем было изначально. А какие, кстати, какое установлено время для прибытия спасателей в городе Гомеле, да? А если это районное подразделение? Любое районное подразделение. У нас, значит, радиус выезда перекрывается в любом случае подразделениями. Это не может, не обязательно должно быть подразделение этого района, допустим, ну, к примеру. Вот мы сейчас коснулись про Петриковский район, есть ближайшие там подразделения Октябрьского района, все, что находится рядом, то есть прибывает первое ближайшее подразделение независимости от того, где это расположено. А отказаться выехать на вызов могут? Такого, ну, даже... Даже не можете себе представить? Об этом говорить, да. Просто человек, когда набирает номер телефона пожарной службы, ответ, который он... первое, что он услышит, это чем вам помочь? Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? И в этот же момент одновременно уже выезжает подразделение по месту вызова. Сколько времени на то, чтобы собраться в бригаде, если есть машина? 40 секунд. После сообщения о пожаре или чрезвычайной ситуации, уже автоцистерна, специализированная пожарная техника выезжает к месту вызова. Сергей Анатольевич, ну, наверняка вы в своей жизни тоже оказывались в экстремальной ситуации. Можете поделиться, что было таким самым серьезным испытанием для вас? А, наверное, ничего серьезного такого испытания не было. Элементы просто, наверное, самообладания, знаний. И, конечно же, может быть, даже привычка становится тем самым фактором, который, ну, наверное, не считает эту ситуацию экстремальной. Поэтому это просто наша работа. Но я не поверю, что входить в горящий дом не страшно, или что видеть последствия серьезного пожара не страшно. Это в любом случае страшно. Страшно для тех, кто не привык. Наши спасатели, у них есть учебно-тренировочные занятия, учебно-тренировочные учения. И они в обязательном порядке соприкасаются с этой огненной стихией. И момент любого чрезвычайного происшествия или пожара это становится просто элементом ихней работы, которую они, ну, обязаны выполнить. И самое главное, они к этому готовы. Они все находятся в экипированной одежде. На сегодняшний день наши спасатели в республике, скажем, находятся в самом современном обмундировании, самые современные средства защиты. Конечно же, они все находятся в аппаратах сжатого воздуха. То есть они свободно дышат, находятся в этом пространстве. И, конечно же, огонь, который, ну, скажем, вокруг. Вся боевая одежда предназначена для того, чтобы какой-то период времени там находиться без ущерба для человека. Вы знаете, как говорят, человеку свойственно ошибаться. И можно даже, зная абсолютно точно правила безопасности, их нарушить умышленно, неумышленно. Вот подобные казусы случались с начальником областного управления МЧС? Я еще раз скажу, что знание и, наверное, опыт – это те элементы, которые не дают даже права делать какие-то ошибки. То есть вот так вы строго ни себе права на ошибку не оставляете, ни, я думаю, вашим подчиненным. Я скажу, что пожарного спасателя нельзя послать в огонь. Его можно провести за собой. 2020 год, я думаю, что в целом можно назвать экстремальным. Было много в нем испытаний. А каким он стал с точки зрения пожарной безопасности для Гомельской области? Для Гомельской области, наверное, это обычный год, но в цифрах статистики скажу, что на 2% количество пожаров в сравнении с 2019 годом уменьшилось, но при этом увеличился более чем на 30% рост гибели людей на пожарах. Основные причины пожаров – это, конечно же, неосторожное обращение с огнем. 150 пожаров – неправильная эксплуатация электросетей и электрооборудования. 7% пожаров – это от печного отопления. 33% непосредственно самого пожара – это поджоги. Если раскладывать гибель людей, 75 человек из 103 погибших, как я уже говорил выше, находились в состоянии алкогольного опьянения. В большинстве своем – это люди, либо неработающие, либо пенсионеры. И 53 человека в прошлом году получили термические ожоги непосредственно от пожаров, то есть были травмированы. Продолжение этой темы далее в сюжете наших корреспондентов. Оставайтесь с нами и присоединяйтесь к диалогу. Для вас сейчас представлен макет печи, на которой явно видны нарушения, о которых я вам сегодня и расскажу. Итак, первый нюанс, на котором обращу ваше внимание – это место для приготовления пищи. Оно должно содержаться в исправном состоянии, обязательно иметь вот такой негорючий какой-то материал, который будет как дверца выполнена и закрывать все пространства, где происходит приготовление пищи и защищать от открытого огня ваше домовладение. Вот сушить вещи таким образом категорически запрещено, потому что выпавшие угли или искры могут попасть на одежду, и из-за этого может произойти возгорание. В том числе мы следим за состоянием печного отопления, следим за дымоходом, за целостностью этой конструкции. В областном центре безопасности о безопасной эксплуатации печей в частном секторе могут рассказать все, или практически все. К сожалению, только прислушиваются к этим советам далеко не все. Если это традиция, то явно не самая лучшая. Известно, например, что в значительной мере из-за халатности горожан в 1856 году пожар уничтожил в Гомеле 540 домов, практически половину от городской застройки. Лишними меры противопожарной профилактики явно не будут и сегодня. Другое дело, что теперь больше возможностей предотвратить беду. Если нарушение выявляется у одиноких граждан, то Центр социальной защиты населения помогает в устранении выявленных недостатков. Выделяются деньги, выделяются рабочие по ремонту печей. Если выявляется нарушение у одинокопроживающих граждан, то пишется письма родственникам о выявленных недостатках. И родственники помогают в устранении этих недостатков своим пожилым родителям. Смотровая комиссия в Еременском сельсовете работает дважды в неделю. С наступлением зимы особое внимание пожарной безопасности. Это как раз тот случай, когда хороши все формы профилактики. К 85-летней Татьяне Кравцовой смотровая комиссия приходит не в первый раз. Женщина живет одна, поэтому и внимание к ней повышенное. Правда, печкой в последнее время она практически не пользуется. Говорит, что уже тяжело и дрова принести, и за огнем постоянно следить. И хотя как нужно правильно топить, знает с детства. Родители научили. Теперь предпочитает уже не рисковать. Сегодня печным отоплением пользуется не так уже и много сельчан, однако это не значит, что пожары им не угрожают. Практически у всех есть нагревательные приборы, да и газовое оборудование требует осторожного обращения. Во время рейда работники МЧС обращают внимание на пожарные извещатели. К сожалению, достаточно часто эти приборы не работают. У хозяев не хватает времени заменить батарейки. Впрочем, случаи, когда извещателей нет вовсе, тоже пока не исключение. В этой семье необходимости в них вообще не видят. Курить, говорят, выходим на улицу. Используемое электрооборудование члены семьи считают абсолютно исправным. Через несколько минут после ухода смотровой комиссии владелица дома начинает колебаться. Раньше, говорит, ничего не случалось. Зачем теперь деньги тратить? К сожалению, надежда на авось – характерная черта многих. Я посмотрю, как мне средства позволят. Смогу, значит, куплю. Ну, до сих пор, тьфу, бог миловал, все было у нас нормально. Никогда у нас никаких таких случаев не было в нашей жизни. В смысле, там, возгорания или что такого, ничего никогда не было. Вообще, огонь – это красиво. За одним исключением, если речь не идет о пожаре в жилом доме. К сожалению, такие случаи пока еще не редкость. Причем часто в огне гибнут люди. Сегодня сотрудники МЧС призывают быть более внимательными к своей безопасности и обязательно соблюдать все правила эксплуатации нагревательных приборов. Пока, к сожалению, статистика радости не вызывает. Совсем недавно произошел пожар в Калинковичском районе, где девочка 15 лет самостоятельно разжигала печь с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Ребенок получил ожоги, тем самым травмировав себя. За 2020 год в Гомельской области произошло 222 пожара по причине нарушения монтажа устройства и эксплуатации печного отопления. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При соблюдении всех правил безопасности в вашем доме будет не только тепло и уют, а самое главное, вы будете в безопасности ваши близкие и вы. Вы смотрите диалог начальника Гомельского областного управления МЧС. Сергей Дичковский сегодня у нас в гостях. И в студии прямого эфира мы принимаем телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, вам звонит жительница Смирнова Татьяна. Я хочу поздравить наших сотрудников МЧС с наступающим праздником и пожелать, чтобы у нас они в дальнейшем удачно хорошо работали и чтобы наводили порядок, следили за всей этой ситуацией по нашему району и области. Пожелать им всего хорошего, чтобы не было у нас никаких тяжелых ситуаций, чтобы удачно все сложилось, и жильцы понимали, в чем должны они сами контролировать себя. Всего хорошего. Следите и работайте у нас по области, чтобы удача у нас была, мир и спокойствие, благополучие и тепла. Всего хорошего. До свидания. Спасибо огромное, Татьяна, за звонок и за теплые слова. Действительно, чувствовать себя в безопасности приятно. Но ответственный человек понимает, что его безопасность – это, в общем-то, его собственная забота и задача. Большинство трагедий в жилом секторе происходит по схеме «выпил, закурил, уснул и не проснулся». Как вы думаете, реально что-то можно предпринять для того, чтобы подобных ситуаций было меньше, чтобы сохранить человеческие жизни? Вы правы. Ситуация, которую вы сейчас рассказали, это, наверное, в большинстве случаев происходящих пожаров. Скажу, что 98% всех погибших происходит, конечно же, в жилом секторе. Естественно, сегодня и на протяжении уже долгого времени наши подразделения, наши работники проводят различные формы обучения, работы с гражданами, в том числе смотровые комиссии. Конечно же, новые формы, методы работы, инновационные формы. Мы берем опыт в зарубежных странах, где, скажем, его адаптируем под наши условия для того, чтобы вот этот здоровый образ жизни, уровень собственной безопасности человек, ну, наверное, оценивал уже с точки зрения грамотности в области безопасности. Потому что очень много вопросов и пожаров происходит от элементарного пренебрежения собственной безопасностью и, конечно же, беспечностью. А иногда просто, будем говорить, элементарные незнания вот этих мер безопасности, хотя воспитание культуры безопасности, как я уже сказал, мы проводим, начиная с детского сада. Ну, вот на самом деле элементарное незнание – это то, как в сюжете рассказывала ваша сотрудница, ребенок, 15-летний, разжигал печь, и в этом ничего удивительного нет. В деревне все дети это умеют делать, но с помощью легко воспламеняющейся жидкости. А вот это как раз запрещено. Это запрещено, и я думаю, что все об этом знают. Скажем так, что разжигание или вспоменяющиеся жидкостями печь никогда не задумываются о том, что как быстро загораются дрова, точно так же быстро загорается и жилище, в котором люди проживают. Точно так же загорается одежда. В прошлом году у нас было три такие случая, когда пожилые женщины разжигали непосредственно грубу или печь легком исполняющими жидкостями, на них загоралась одежда, и они погибали. Ну то есть хочется немножко себе облегчить задачу, развести огонь побыстрее и так повеселее, чтобы он принялся, а одно неловкое движение, эта жидкость оказывается на тебе и вспыхивает. Совершенно правильно. И трагедия. Вот так, в одну секунду. Смотровые комиссии на время пандемии тоже приостанавливали свою деятельность, сейчас эта работа возобновляется, да? Смотровые комиссии работу свою не приостанавливали, конечно же, где-то в каких-то этапах просто ограничивали, наверное, деятельность там, где не было непосредственной угрозы чрезвычайной ситуации или возникновения пожара. Конечно же, люди, которые находятся в беспомощном состоянии или социально незащищенные граждане, конечно же, на них внимание было акцентировано, и ни в коем случае эта работа не останавливалась. Фактически, в нашей области смотровые комиссии, скажем, достигли высокого результата, работа их уже проводится на протяжении 10 лет, и если взять статистику цифр гибели людей 10 лет назад, то мы уменьшили гибель от внешних причин в два раза. И все службы, которые непосредственно принимают участие, это и отделы образования, это и центры социального обслуживания населения, учреждения здравоохранения, отделы внутренних дел, также МЧС. МЧС является просто координаторами этой деятельности. Скажу, что очень большая работа проделана государством по выделению средств на автономные пожарные извещатели, на тот же ремонт печного отопления, электропроводки. Я считаю, что эта работа не может быть приостановлена, она продолжается, просто где-то может быть меньше связано с пандемией, где-то больше нужно было акцентировать внимание, где-то точечно, но наша деятельность и конкурирует область полком, ну, скажем, остановки в этом нет. У вас есть такое впечатление, что все, что могли, уже сделали? Уже пожарные извещатели установлены, ну, мне кажется, у всех категорий, которые относятся к группе риска, уже у всех есть. Ну, не батарейки же им ходить менять? Бывает и такое, что необходимо прийти и поменять батарейку. Скажу, что если до сих пор происходят чрезвычайные ситуации, пожары по беспечности или, как я уже сказал, по собственному пренебрежению, значит, мы еще не все сделали. Работа еще есть. Значит, можно по одному и тому же адресу, да? Каждый... Можно. Каждый вот сезон. Если есть результат от этого, и... Да, на кому человеческая жизнь, да, значит, нужно делать все возможное. А вообще МЧС и в профилактической работе, как и многим другим службам, тоже пришлось перейти онлайн, разрабатывали какие-то квесты для детей, снимали ролики в этом, достигли просто невероятного мастерства. И поздравление с Новым годом у вас набрало тысячи просмотров. И какие-то обучающие и образовательные снимали. Это все, конечно, креативно. Но насколько это эффективно? Скажу, что, наверное, на сегодняшний день как раз интернет сделал очень большой шаг вперед в развитии. И не только подразделения МЧС, но и всех служб, которые, как я уже говорил, непосредственно призваны к тому, чтобы с каждым годом в нашей области, во всей республике уменьшалась гибель от внешних причин. Поэтому мы будем работать, мы работаем в креативе, в онлайн режиме. Мы проводим экскурсии по пожарным подразделениям, рассказываем про уроки безопасности. Делается, скажем, все для того, чтобы дойти до человека, как я уже говорил, начиная с детсадовского возраста. И, конечно же, те граждане в большинстве своем, которые погибают, ну, наверное, у них нет еще интернета, будем говорить, источников, откуда можно бы черпнуть. Поэтому непосредственно ногами вот эти смотровые комиссии доходят. Ну, наверное, те дети, с которыми с молодых ногтей работали, наверное, у них будет какое-то другое ощущение ценности собственной жизни и того, как ее нужно вокруг себя устраивать. Ну, а люди, которые черпают из другого источника, у них уже, к сожалению, интересы сформированы. И там, дай бог, чтобы инстинкт самосохранения не отказал. Совершенно правильно. В минувшем году в Петрикове состоялось торжественное открытие пожарной аварийно-спасательной части. Сергей Анатольевич, а есть ли необходимость вот дальнейшей модернизации, укрепления материально-технической базы в других частях, в других райцентрах? То, что мы открыли в Петрикове пожарную аварийно-спасательную часть, это один из элементов полностью модернизации подразделения МЧС. Скажу, что в прошлом году полностью сделано подразделение в Чечерске, в Корме, в Лоеве, в Хойниках. Эта работа проводится каждодневно. И самое главное, конечно же, быт наших спасателей. Это наше подразделение, это, по сути, их дом. Скажем, вот, если наш спасатель 25 лет отработал в службе МЧС, то непосредственно 8 лет он находился в этом здании, не выходя из него. То есть, они работают сутки через двое. Поэтому сутки это его дом, где у него должны быть условия для отдыха, условия для подготовки, условия для того, чтобы он мог изучить район выезда и, конечно же, заниматься физически. Поэтому сейчас государством, министерством по чечерским ситуациям очень много внимания уделяется для того, чтобы обустроить данные подразделения. Спасибо большое. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Вопрос повторить? Да. Мы живем в деревне. МЧС, на Бзиво почти, ну, наверное, большой охват наших домов пожарными защитителями. Но, допустим, меня волнует такой вопрос. Мы имеем печки, грубки и так далее, тому подобное. Естественно, сажа, зацарваться, чистить дымоходы – это очень тяжелая работа. Я знаю, что в МЧС есть специальное порошкообразное какое-то вещество. Это было в прошлом году, я узнал, но поехал к нему, педаль, там не было. Оно стоит, тогда в прошлый год стоило 12 рублей с половиной. Как бы его... Приобрести. Чтобы мы его имели. Поняла ваш вопрос, спасибо большое. Сейчас разберемся, Сергей Анатольевич, понятно ли вам, о чем идет речь? Понятно. Значит, скажем так, очень часто наши граждане, ну, скажем, подразделения МЧС, и у нас есть такая структура – добровольно-пожарное общество. В городе Гомеля находится на проспекте, ДПО так называемое, находится на проспекте Октября, 28. Такие же региональные представители находятся в каждом регионе нашей области. И обратившись туда, конечно же, они оказывают как раз помощь по прочистке вентканалов, очистке труб. И любые мероприятия, связанные с противопожарными работами, как раз занимается вот эта организация. Поэтому вам необходимо туда обратиться. Это добровольное пожарно-спасательное общество? Да, да. Он называется Гомельский комбинат противопожарных работ. Противопожарных работ. Как найти это подразделение, если оно в Петрикове, например? В Петрикове? Ну, я не знаю адреса, но обязательно в каждом регионе есть их представители. А если позвонить вот в Петриковский Рочи, подскажут? Районный адрес по чрезвычайным ситуациям. Совершенно правильно. Ну, а самому, я так думаю, что засыпать этот порошок в дымоход, наверное, не стоит. Конечно. Самому можно дымоход прочистить. Ну, там пожилые люди. Сами-то они точно туда не заберутся, его не почистят. Ну, ребята приедут, помогут, да? Конечно, обязательно. Мы говорили с вами об материально-технической базе, о появлении новых центров. Я, насколько знаю, строится новая часть и в Гомеле, да? И на ее базе будет открытый центр безопасности, равных которому еще не было у нас. Расскажите, пожалуйста, о планах. В городе Гомеле, значит, на пересечении улицы Головацкого и бульвара Гомельской оправды строится пожарно-аварийно-спасательная часть. Вы, наверное, все знаете. Это долгострой. Называется здание специализированных служб МВД и МЧС. В городе Гомеле уже в сентябре месяце планируется сдача этого подразделения в эксплуатацию вместе с манежем для пожарно-спасательного спорта. На третьем этаже этого здания будет расположен центр безопасности. Этот центр безопасности будет уникален тем, что он будет предназначен для юношей, девушек, ну, скажем, вузов, СУЗов. То есть возраст, такое отрочество, когда, ну, уже, наверное, необходимо... И уже остается один шаг для того, чтобы войти во взрослую жизнь. Наверное, центры безопасности, которые вот у нас уже были в лицее МЧС, он больше направлен на детей школьного возраста. А для ребят подростков, вот, как я говорю, там, училищ и высших учебных заведений, наверное, нет такого, ну, будем говорить, креативного, современного. Поэтому как раз вот здесь и будет создан такой центр безопасности при поддержке Гомельского областного исполнительного комитета, всех заинтересованных служб, таких как Гомель Энергия, Гомель Облгаз, где будут представлены площадки именно современной жизни наших граждан. Да, задумка, на самом деле, интересная. Все-таки пожары у нас не по вине детей-то в основном происходят, да, по вине взрослых людей, значит, нужно с ними об этом говорить. Служба в МЧС всегда была престижной для молодых людей, только лучшие, только самые смелые, умные, здоровые физически могут рассчитывать на такую должность. Сегодня нужны вам сотрудники? Желающих стать спасателями пожарных, конечно, мы всегда рады принять к себе на работу. Для этого есть некоторые условия, которые, критерии оценки, которые необходимо, конечно же, выдержать. Это возраст, возраст, ну, скажем, наверное, на сегодняшний день это до 27 лет. То есть, когда человек сможет выслугу пенсии до 48 лет получить. Это же, конечно, здоровье, прохождение военно-врачебной комиссии и, конечно же, физическая подготовка. И самое главное, о чем мы с вами говорили, это призвание и готовность служить людям. А ребята из лицея МЧС, ваши подопечные, вот как показывает практика, насколько, на самом деле, они мотивированы, чтобы потом продолжать службу? Самая, конечно же, и мотивация главная есть в том, что они, это лицей МЧС при университете гражданской защиты. На сегодняшний день более 500 выпускников этого лицея проходят службу в органах и подразделениях по чрезвычайной ситуации республики. Скажем, из всех, кто учится в лицее, за весь период его существования, 53% непосредственно работают в МЧС. 70% всего выпуска, которые были, находятся, скажем, в национальных системах безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства обороны. В большинстве своем люди, которые, ну, не попадают на службу в силовые структуры, это потому, что не прошли военно-врачебную комиссию, что, конечно же, обязательно... Да, подводят, да, и это бывает очень обидно для молодых людей. Сергей Анатольевич, так, резюмируя, самое главное, что бы Вы хотели пожелать нашим телезрителям? Как сохранить безопасность? Хочу сказать, что мудрость и здравый смысл всегда должны присутствовать с людьми. Для того, чтобы безопасность проживания не только себя, но и тех, кто находится с Вами, это всегда, наверное, тот самый фактор, который пренебрегать нельзя. Наверное, это все находится в Ваших руках. Берегите себя, своих близких. Спасибо огромное. Хочется, конечно, чтобы здравый смысл никого из нас не покидал. Благодарю Вас за диалог. Спасибо. Сергей Дичковский, начальник Гомельского областного управления МЧС, был сегодня у нас в гостях. Спасибо Вам за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин